До Нового года осталось две недели, а значит пришло время писать и отправлять поздравления. Наш телеканал уже во второй раз проводит акцию «Письма в Новый год». Все подробности далее. В Новый год мы привыкли поздравлять друг друга и желать всего самого хорошего. Уже второй год подряд мы проводим акцию «Письмо в Новый год». Сегодня каждый, кто пришел на железнодорожный вокзал, получает вот такую вот открытку от нашего телеканала. В нее можно написать поздравления с Новым годом и пожелания всего самого наилучшего. Ну а наш партнер «Почта России» доставит его адресату в нужное время, то есть в канун Нового года. Ну что ж, давайте проверим. Открытки готовы, конверты на месте, ящик стоит. Можем начинать. Мы напечатали больше сотни открыток. «Почта России» предоставила конверты, марки и, конечно, ящик для писем. Их можно было отправить в любую точку России. Одно из первых письмо брату в Кемеровскую область написала Наталья Голландская, сотрудник РЖД. Всем своим близким, родным и просто знакомым людям хотела бы пожелать самого земного, даже неземного счастья, благополучия и, наверное, чтобы никогда не было войны. Большинство участников акции отправили по одному письму. Но были и те, кто отправил сразу несколько писем в разные уголки Алтайского края. Письмо мы сегодня писали родителям по линии мужа всего Кулунда, Алтайский край. Также бабушкам, дедушкам, ну все в одном письме получается. И также родителям и бабушке с дедушкой Усть-Пристань, всего Брусенцево. Чего пожелали? Ну, самое главное, я считаю, это здоровье. Здоровье, как бы, это, мне кажется, главный фактор, который должны желать на Новый год и на любые другие праздники. Пожелания счастья, здоровья, успехов в новом 2017 году получат больше сотни адресатов. Всем хотелось в канун Нового года доставить радость своим близким и родным. За несколько часов, проведенных на железнодорожном вокзале, мы отправили больше ста писем. В канун Нового года их получат адресаты не только Алтайского края, но и всей большой страны. Ведь, согласитесь, гораздо приятнее получить рукописное сообщение, нежели виртуальное. Антонина Поздеева, Антон Червяков, Новости.